как его оцинкованная цинк весь спилился уже весь кладбище по гост от короны столько подохло просто писец корона подкосил это реально население да прикиньте сколько теперь пенсии экономии не надо платить гражданам всю жизнь они платили налоги до теперь никому платить на пенсию побольше по карманам разложить чинушек еще пару вилл купят в испании и в штатах хорошо стране российской жить когда до корешок мой тут доросейчик рассказал это сказку про три поросенка знаете говорит почему говорит один построил там типа деревянную 2 кирпичную а третий там соломенную потому что каменную он строил в 2019 году деревянную строил 2020 а уже соломенную в двадцать первом ну а теперь да вообще не из чего строить избушку ну я не знаю вот наверное из веток вот скоро по стоимости избушку надо будет делать как раньше чего это мазанка до глина и хворост ну как с челядь строила великой могучей раше наверно так скоро это все и будет к этому идет ну а мы едем за сэндвичем все осталось минуток пять движения нам 1701 мы на 5 договорились там плюс минус пару минут не считается человек интересный давайте на площади встретимся я бы давайте белая кабина труси не тент типа газель а какой номер машины я там могут 10 машин там будет стоять да вот такие вот синий тент белая кабина 10 штук будет стоять и он не знает какой подойти вообще интересный персонаж очень странный очень странный персонаж вот просто на и страннейший хорошо что он перезвонил и сказал что не понял забирают их за десятку вы понимаете были ну вот чё за сука за люди договорились же что я по рукам ударили сказал все все кто будут звонить все меня все продано блять поняли да дать и за 9 договорились все я считаю косарь проебал я себе поехал сразу бы не поехал копать эту септик съездил бы сразу бы за сэндвичем было бы все по-другому я за 9 забрал а так я мог вообще вообще его не за сколько не забрать соскочил бы и пиздец я еще даже не загрузил его еще еду то может быть сейчас какая-нибудь начнется буду грузить скажет мне 12 дают короче ебала полнейшая вот мост на ту сторону строится видите давно я здесь не ездил он бить какой мост это чтобы поезда ходили на ту сторону и там терминал этот угольные нефтяной вот здесь будут ебашить эти поезда по этим по этому мосту прикиньте с какой высотой они насыпали смотрите какая высота насыпь салей сколько здесь кубометров грунта кинтина сколько тут соляры для столько соляры мы тогда приобретали что просто из детсему на какой-то дом построили шо это блять за дом нахуй такой охрана наверно моста будет в раше кстати или за церковь что это такое а не ржд ёпта это станция будет станция нихуя себе я тут давно не был да да хера не этот мост уже 10 лет строят может 8 офигеть офигеть вот такая короче и ебала а на той стране дорога в сторону финляндии на той стране реки кола там там на финку дорога ну почти уже в мурмаши приехали все сделка состоялась забрал панели новенькие замки целые 10 рублей все равно это халява они метр двадцать на два получается по 2000 панель а стоимость этой панели одного метра примерно три с половиной то есть стоимость панели семь голов а я забрал по две ну двухметровые конечно не очень размер бы в идеале бы чтобы 220 были они два трети но два метра пойдет тоже для чего нибудь я их реализую где ну пока не знаю куда но куда нибудь дену поставлю их вертикально посмотрю может быть и два метра нормальная высота меня устроит я же хотел делать этот мобильный шиномонтаж будку в принципе если два метра нормально сделаю из них конечно низковато два метра 220 б погляжу там может что нибудь на мучу кручу мучу выиграть хочу одни горы ведь едем и так вот вдоль и вдоль сопок вдоль воды сейчас звонил человек который ехал мимо трактора и звонил что ну типа в магнититы я когда ему сказал а как он там окажется я не знаю может на вертолете сбросить я бы вертолет у меня словом пока не могу на вертолете он говорит ну тогда и чего тогда не говорите загадками как он туда я не знаю как он там окажется я вытрол есть нету ну и как он там окажется я не поеду своим ходом но и себя сейчас уже друг по авито начинает прозванивать здравствуйте я по объявлению я каком объявлении насчет трактора ну уже тон другой все знать такой есть возможность нет и по у меня есть там надо покопать а а есть возможность магнитит и поехать даже не спрашивая стал когда чего игра трал у вас есть нету у меня тоже трала нету может у вас есть у кого и стал выхода я гонил меня нет выходов у кого и страл ну вот так и мне у меня нету вот по ну ладно все спасибо здесь ну по-вашему как вы там по 100 километров гоняете трактора это вообще для вас так расставлять плюнуть в окно как вам в магнитит и вам метануться метнуться в магнитит и ненадолго ритм работы на чуть-чуть там в магнитит и метануться там да магнитит здесь я не знаю сколько наверно 20 может может 30 точно точно не знаю сколько километров какой дурак поедет магнитит и на несколько часов какой дебил поедет нет здравом уме человек не поедет магнитит и на меньше чем на несколько смен зачем куда-то ехать какие-то магнититы если здесь под ногами работаешь шквал для чего ехать магнитит и но если по 5000 час то в принципе можно съездить магнитит и но я все равно не поехал сильно далеко большой нагрев мостов будет большой нагрев коробки нахрен это надо это на час ехать потом час остужать все это дело чтобы масло остыло потом опять ехать короче там перегон будет миллион километров денег видать он порюхался уже порюхался и что-то я смотрю он как-то это под приуныл под приуныл что-то никто в магнитит и не хотите ехать на него ненадолго три-четыре дня можно съездить ничего нет реально и там из-за каких-то смешных четырех-пяти часов так нахер это надо я считаю это нет смысла этим заниматься так это вот у меня получается он напросил землю 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 я нечего делать не трогай ничего неправильно все делаешь конечно как она не так работает еще один потерял мы меряем давай еще не факт вот куда я знаю нормально нет мне тент нагибает просто видишь затягивать я не расшторился чё да ниже угол да ну да давай подымем на зацепить не нету зацепи за за вторую вторую второе мнение тот второй крюк зацепи за это не 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 за этот я щас подниму одну сторону просто вот и подложился вся пробуем начало я не знаю как хочешь так ну вот так вот двигается видишь давай уровень у юра какой-то для чего надо сюда немножко двигать вся подожди я выпущу на тот поднимать ну чё ну еще раз положить сюда сюда еще раз положи вот так вот не спеши допустить кого я не поднять все ну все с ними да убери уровень свой я знаю специально поддавил там же мягко было за монтаж что ли 500 рублей и досуда сыпем нет туда сыпем там все готово нормально стока еще боюсь что камера плодется поэтому так степлю вот видите камень там есть поэтому я и сыплю так чтобы сечу камень разлетелся как бы не разлетелся отлетел в сторону а не упал прям туда в эту понял хорош пока а здесь а здесь Беспорядок немножко здесь наведём собачатнюю будку чтобы не сломать Камень стоит, я не могу сделать им ничего Надо мне здесь немножко добавить А вон ещё один камень Камень очень нормальный Сюда уйдёт и его и не видно Ещё один камень есть, но я его не возьму, наверное, этот хлеб сейчас задену Хотя пройдёт Вот как бы я вытряхал бы из самосвала, если бы я вот так стоял То есть оно неудобно брать Сами-то подумайте, вот смотрите, раз, вот так вот Как ты будешь брать? Надо смотреть через это Стойка это мешает, либо вот так выглядывает, либо так Зачем эту спину мне напрягать? Мне это нахер не надо Поэтому я брал через эту сторону Сидишь нормально и мне всё видно, понимаете? То есть, либо мне вот так вот сюда щемиться, либо просто повернуть голову и смотреть через этот треугольник Есть разница? Разница большая, вам говорю сразу То есть, вот так вот повернуть Повернуться мне вот надо вот сидеть Тут расстояние маленькое, я прям в эту смотрю Или здесь расстояние больше, мне больше видно Но мне лично так удобнее Я всегда работаю справа налево Ну и всё, я не делаю никогда в обратную сторону Если совсем никак, тогда я, конечно, уже что-то сделаю А так, нахрена мне это, лишний цирк нужен Мне лишний цирк не надо Мне надо вот, чтоб всё было по лайту для меня Зачем мне делать лишнюю работу? Сложную, для чего мне это делать, если нет в этом надобности? Поэтому я... Минимум вложения, максимум наживы должно быть, понимаете? Насколько я это понимаю Вы как хотите делаете Но я делаю, как я хочу, как мне удобно И когда мне эти самосвальщики делать так, я так не буду делать Вот когда вы свой трактор пригоните, свой личный Вот тогда он вам и будет делать, как вы хотите А я буду делать, как мне безопаснее всего это сделать И, соответственно, я учту ваши пожелания Но не значит, что я буду делать, как вы хотите Ехать хрен знает куда, сломя голову, что-то там ехать Куда-то непонятно, пробить колесо или что-то Я не хочу лишний раз У меня как бы такая политика, что чуть-чуть надо немножко думать головой, что делаешь Для того, чтобы, блин, ну как бы хотя бы минимизировать риски Минимизировать риски Которых, ну их же можно избежать, правильно, этих рисков Зачем мне нужно лезть на рожон? Лезть на какие-то камни Или кардан повредить Но я вижу же эти камни Ладно бы я их не видел А я же вижу, поэтому я не еду Они начинают, блядь, давай Едь сюда, едь туда Бери, выгружай Что ты делаешь Так мне площадку надо сделать Для того, чтобы нормально я мог стоять Неперекошенный Чтобы меня не болтало, меня не шатало Чтобы у меня не было никаких проблем Мне проблемы не нужны На хрена мне проблемы нужны Вы себе уже проблемы нажили? Заехав на своем грузовике в эту жопу Заехали, а я-то не хочу-то себе проблем Она еще на метки смотрит Типа я ровняю себе Все это ковшом делаю Типа чтобы ехать мне хорошо Такие смотрят Типа недоумение Что такое, блядь Что происходит нахуй Мы ему сказали копать А он типа блядь Что-то тут делает нахуй себе Мы его не просили это делать Они пытались мне что-то сказать, но ничего не сказали Видать этот им позвонил Ну кто меня заказывал Сказал он типа что сам Не надо его трогать Или что-то Ну мне так кажется Потому что он куда-то Когда он мне сказал Типа ты мне засыпал туда-сюда Я говорю у меня на видео все записано Я ни хуя не засыпал А там ничего не откопано Было толком Вы камни не убрали Он потом стал куда-то звонить Видать звонил тому кто меня Просил приехать И тот ему наверное сказал Блядь это Не надо ничего Лезть типа Потому что я потом Когда они поговорили Разговаривали Я звонил У него было занято После этого он меня скинул Значит он уже Поговорил И тот ему сказал Ну типа не лезь Пускай делает И все Но я так думаю Мое личное мнение такое Что так было Что они так поговорили Но это не точно Это не точно Это не точно Камень конечно это надо было убрать Я не знаю Чего они не стали убирать Я бы врал Хрен знает Не знаю Если этот камень убрать Ну сейчас его конечно будет Тяжело уже убрать Его же надо будет Сюда тянуть А нам сейчас тянуть По идее некуда Так так По большому счету Нам тянуть некуда уже По большому счету Нам тянуть некуда уже Если тут у меня Время Осталось Время Мы Время Компания Мы Время Осталось Время Время Так вот тащим все это дело. Планировочным ковшом тащим. Планировочным ковшом. Камень этот, в принципе я его могу взять кстати. На этот камень он не хер и тяжелый. Но сейчас я его попробую отковырять вообще. Пока что камешек сюда отложим. Его потом если что, руками можно убрать. Пускай пока здесь потусуются. Блин, да что такое? Я проваливаюсь что ли? На, у меня ход кончился. Сейчас я тогда смещусь и продолжим заниматься этим камнем. Тетенька кстати рассказывала, что у нее дочка в Норвегии живет. Ну разговорились, она говорит, пускай рожает по-любому там ребенок. Ну твой. Конечно я сказал дочери, никаких здесь, здесь никаких родов. Если собираетесь рожать, то только там, только там. Здесь ни в коем случае. В раше не надо. Извините патриоты, но мне нахер не надо, чтоб ребенок рождался в раше. На, нахрен это не надо. Вам нечего делать, рожайте. Я не вижу смысла рожать в раше. Да не переживай ты за это. Ну толкнула там чуть-чуть. Ну она здесь сместилась, она немножко. Там все нормально. Она шелохнулась просто. Ну вот так вот как-то тут. Сейчас немножко я прижал. И теперь я проеду туда дальше. Хочу тут камень забороть. И очень охота его победить. Ай, надо было его сразу снимать. И говорил им, что надо это все делать. Ну блин, как обычно же, все умные ни хера не слушают. И сделают по-своему. А потом проблемы, ребятки, проблемы. Какие-то, блядь, тут пеньки у нас были. Ну ладно, посмотрим сейчас. Ну че, какие ставки? Смогу я этот камень победить? Его, блядь, надо сюда толкать, по идее, понимаете? Но я его сюда не могу толкать, тянуть. Я колодец сдвину, понимаете? Мне надо его, по идее, сюда толкнуть. А как это сделать, я пока не знаю. Подумаю бы еще не ебануть. Я как-то не знаю, типа. И вот уже не какая-то блядь. Это тщательно. Русские лепшки. А вот сейчас я смотрю, а как-то так называю. Вот я. Что это, я вам радуюсь. Давай я, наставь мне-то. Давай, давай. Давай!